Всем привет! На связи Денис Шаповалов. И сегодня в этом видео хотелось бы поговорить о чтении. О чтении в двух аспектах. Первое, это как, кратко о том, как научить ребенка читать. Расскажу, как это делаю я. И второе, как постараться сделать из ребенка, читающего ребенка, это уже имеется в виду тот период, когда ребенок читать научился, но к чтению не тяготеет. А нам бы этого очень хотелось. Итак, начнем по порядку. Первый момент. Помимо своей деятельности спикера в теме детско-родительских отношений, я еще и веду педагогическую деятельность уже 13 лет. И мой возраст, это дети от 4 до 6 лет. Как раз к 4-5 годам мозг ребенка созревает для того, чтобы уже справляться с такой нагрузкой, как запоминание знаков, то есть букв, и пытаться их уже соединить в слова, и все это превращается в чтение. Значит, делаю я это следующим образом. Я знаю, что существуют различные методики. Я периодически с ними знакомлюсь, что-то на эту тему читаю, и для себя я избрал, так сказать, ну, некий такой свой путь, как это делаю я, по некоторым причинам. Ну, во-первых, мне так удобнее. Во-вторых, это приносит результат. Этого достаточно, я считаю. Значит, первое, с чего мы начинаем, это с детьми 4 лет. Мы знакомимся с буквами. Причем буквы я делю на две части. Это гласные и согласные. Сначала мы знакомимся с гласными буквами. Их 10, и поэтому с ними познакомиться несложно. Потом мы начинаем знакомиться с согласными буквами. И постепенно мы переходим к тому, чтобы читать слоги. Слоги мы читаем, дети читают очень немножко дома. И в классе я использую такую методику, как хоровое чтение. Она очень хорошо продвигает процесс. Слоги я тоже делю на две части. Сначала мы читаем слоги, то, что называется закрытый слог. АМ, АП, и потом открытый слог. То, что РА, МА. И это сложнее. Открытый слог читать сложнее, чем закрытый. Ну и потом переходим к чтению коротких слов. И дальше по нарастающей более длинные слова. И все это тоже сопровождается очень маленькими домашними заданиями и хоровым чтением в классе. Вот. Это кратко о том, как это происходит у меня и как происходит процесс научения. Что в этом во всем процессе главное? Главное это то, что мы делаем это все маленькими порциями. Делаем это все в игровой форме. И в результате ребенок получает очень маленькими дозами игру, которая в результате приводит к тому, что мы называем чтение. А если речь идет о тех детях, которые уже читать научились, например, это могут быть подростки или предподростковый возраст, но навык этот может быть слабоват, может быть не слабоват, но нет желания читать, то здесь уже разговор намного сложнее и глубже, на мой взгляд. Потому что ребенок, который умеет читать, но читать не хочет по собственному желанию, он не хочет пользоваться домашней библиотекой, если она есть, он не хочет, чтобы ему книги дарили, он не хочет, чтобы книги покупали. Вот. То здесь первое, на что мы должны с вами обратить внимание, это на среду, в которую ребенок погружен. То есть читают ли в доме мама и папа. Потому как если читают мама и папа что-то с экрана смартфона, то для ребенка это значит, что мама и папа не читают, они просто ковыряются в телефоне. Поэтому это мы сразу убираем, это не годится. Значит, в читающей среде, когда мама и папа читают, советуют друг другу какую-то книгу, зачитывают друг другу какой-то кусочек из книги, потому что не могут удержаться, и хочется очень поделиться, когда друзья дарят какие-то книги иногда, то тогда ребенок видит, что чтение это часть взрослого мира, и к этому хочется прикасаться, хочется там быть, и он просто для себя уясняет следующую модель. Взрослые, они такие. Быть взрослым, это значит в том числе и вот так вот читать. Другой вопрос, что книги, наверное, уже не детские. Значит, если нет такой возможности у вас, если это читающая среда, ну вы не можете дать своему ребенку читающую среду по разным абсолютно причинам, то есть еще один такой интересный, можно сказать, лайфхак. Это погружение ребенка в мир аудиокниг. Это сделать проще, потому что аудиокниги не нужно покупать, их очень много в свободном доступе. И на YouTube уже есть давно такие видео, когда на экране обложка книги, и длинное видео, там где-то, не знаю, час, два, три, и вся эта книга читается в аудио формате. Можно там даже это не скачивая, просто запустить сразу. И ребенок будет это слушать. Когда? Ну, лучше всего, когда вы перемещаетесь где-то на машине, лучше всего, когда вы оставляете ребенка одного, как-то просто ему потихонечку, скажем так, подсунуть эту традицию. Потому как аудиокнига, это, конечно, не чтение, но дело в том, что процесс, который происходит при прослушивании аудиокниги, он похож на тот процесс, который происходит в процессе чтения. О чем я, что я имею в виду? Значит, когда вы читаете книгу, и, например, там такой, может быть, сюжет, что мы добрались до берега океана, собрали плод из обломков старого корабля, который нашли на берегу, и двинулись в путь. Парус раздулся, ветер был в нужном нам направлении, и мы уверенно двигались к своей цели. Вот когда вы такое прочитываете, либо вы это слышите в аудиоварианте, то у вас в голове возникает картинка, и начинает работать ваше воображение, потому что вам хочется представить, кто мы добрались, какой плод построили, как раздувается парус, и все остальное. То есть, такое ощущение, что срабатывает некий такой внутренний экран, на котором начинаются воссоздаваться эти картинки на базе услышанного, ну, либо прочитанного текста. Вот. И в этот момент отлично запускается работа воображения, что очень важно, и поэтому где-то год-два вы ребенку подсовываете, вовлекаете его в этот мир аудиокниг, и со временем он начинает интересоваться чтением уже бумажных книг. Но здесь надо быть тоже готовым, потому что здесь надо будет ребенка поддерживать, и покупать ему эти книги, либо дарить, либо давать ему какие-то деньги, чтобы он сам их купил, потому что этот процесс просто так бросать не стоит здесь. Это нужно понимать. И таким образом вы можете, не организовав среды, если нет такой возможности, если вы вдруг, ну, не хотите, вы вдруг стать читающими сами, но понимаете, что ребенку это важно, и хочется ему это дать, то вот такой вот выход с аудиокнигами может вам помочь. Вот все, что я хотел сказать вам по поводу чтения. Благодарю за просмотр, можете задавать вопросы в комментариях, и до связи, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok